Ребят, мы начинаем Big Dodo Call. Сегодня 16 января. Меня зовут Галя. Мы постараемся с вами уложиться в 25 минут, и нас ждут сегодня даже экстремальные прямые включения. Так что поехали. Для начала начнем с новостей Dodo Pizza в Дубае. Рубрика «Угадайте новость по прекрасной улыбке». И, конечно же, это улыбка Спартака, и она нам говорит о том, что мы завершили работу над меню для пиццерии в Дубае. Конечно же, нас ждет множество разных изменений, нехватки каких-то ингредиентов, доработок, проработок нашего меню. Но, тем не менее, начало положено. Ждем первых гостей. Также ребята в Дубае разработали новый формат того, как будет выглядеть наша упаковка и форма для сотрудников. Ребята вдохновлялись структурами, текстурами пустыни. И мы видим с вами прекрасный градиент, который от такого песочно-золотого уходит в глубокий яркий оранжевый, а потом в фиолетовый. Мне кажется, получилась крутая яркая упаковка. Также ребята последнюю неделю занимались тем, что запускали таргетированную рекламу, разные материалы, которые помогли нам собрать базу первых клиентов. Это 901 контакт. Это наши клиенты, которые будут получать в будущем рассылки на почте через мобильный телефон, разные уведомления на телефон о наших новинках. И, кажется, у нас есть первая тысяча клиентов в Дубае. Дело за малым. Также закончили все, что касается настройки оборудования и дудеиз для пиццерии в Дубае. Здесь важно поблагодарить всю команду, которая участвовала в большом количестве разных действий, сталкивалась со сложными какими-то техническими проблемами. И большое вам спасибо, что вы это настроили. И плавно переходим к ключевой новости по дуду-пицце в Дубае. Стандарты развешаны, все сотрудники тренированы. Пиццерия готова открываться. И уже сегодня, возможно, завтра, край, у нас откроется первая пиццерия в Дубае. Я считаю, что это вообще праздник. Поэтому салютируйте ребятам дубайская команда «Виды Топчик». Спасибо вам большое. Вы супер молодцы. Такие же прекрасные новости у нас про дринки в Дубае. Ребята финализировали работу над обновлением визуала для ключевых, для тех отличающихся позиций, которые есть в Дубае. Посмотрите на эту красоту. Я на нее залипаю невозможно. Также ребята закончили работу с разными настройками в приложении. Мне было очень важно, чтобы первая акция, первый заказ за один Дирхам была интуитивно понятна нашим первым клиентам в кофейне. Пиццерия, ой, простите, кофейня готова. И прямо сейчас с нами на связи CEO Drinky Дубая. Она же наш главный корреспондент из Дубая Екатерина Бородич. Потому что Drinky открывается прямо сейчас. И Катя должна быть на связи. Я ее сейчас закреплю. Я на связи. А мне сейчас я буду говорить, что вылетите. Всем привет, на связи Дубай. И вот так совершенно прекрасно мы сняли стикеры. Выглядят наша кофейня и пиццерия. Только что заходил молодой человек, он сказал, боже мой, кофейня и пиццерия – это две вещи, которые я больше всего люблю на свете. И они в одном месте. Вот так выглядит такая футуристичная алюминиевая стена Drinky. Вот так выглядит наша остоечка. Очень умная выдача. Такая же умная, как в Москве и Самаре. Прекрасные ТВ-борды. И вот проглядывается, видите, стена. Та самая, которую вы видели только на рендерах. Но сейчас вот она вживую. А вот живая Марго. Марго, привет. Ты уже пробовала наши напитки и пиццу? Как тебе? Да, да, да. Как Марго говорит, у нас буквально осталось несколько часов. И через несколько часов мы запускаемся. Почти все готово. И пицца, и кота. Вот. Так что последние приготовления идут и заканчиваются. Если вдруг вы в Дубай, или ваши друзья в Дубай, или вы думали съездить в Дубай, но никак не решались. В общем, самое время доехать до Дубая. Рассказать всем друзьям про то, что открылась потрясающая кофейня и пиццерия в одном месте. Вот. И ждем всех в гости. Спасибо большое, Катя. Мы все вам просто жмем на ладошки. Может, это ты услышишь. А то если все начнут кричать, мы потом всех не остановим. Круто. Спасибо большое. Так, все. Специальный корреспондент Екатерина отключается. А мы идем дальше по прекрасным новостям, которые нас ждут сегодня. Секунду. Тут технические неполадки у другого корреспондента. Так. Переходим к новостям. Ой, что это? Ага. Ребята, видно презентацию? Да, все хорошо. А, да. Спасибо. Переходим к новостям международного развития Доду Пицца. И первая пиццерия, которую мы будем открывать в новом году в другой стране, это пиццерия в Армении, Ереван-1. Вы видите прекрасную, абсолютно красивую конфету, которая сейчас там еще достраивается. В марте откроемся на доставку, в апреле уже будет открыта пиццерия. Все, кто в Ереване, штурмуйте пиццерию. Получается просто какая-то потрясающая абсолютно по красоте пиццерия. Также, так как в Армении абсолютно другой алфавит, мы обновили логотип, и Доду Пицца в Армении будет выглядеть вот так вот. Сразу чувствуется международность. Да? Скажите. Красиво как. Переходим к новостям Дринкета. Если посмотреть все наши выручки, то мы можем увидеть за последнюю неделю небольшой спад по выручке. Это нормально из новогодних праздников, но ребята все равно будут постараться, сейчас стараются раскачивать дальше кофейни. Ждем возврата гостей после новогоднего перерыва. Также ребята решили поделиться общими результатами за декабрь по Store Level EBD разных кофеен. И мы видим, что у нас есть три зоны. В красной зоне у нас попадает Дринкет на Белорусской и Дринкет на Киевской. Эти две кофейни имеют отрицательную Store Level EBD. Это связано с тем, что Брестскую мы сравниваем с самарской кофейней, что она имеет схожую сезонность, а Дринкет на Киевской только открылась недавно в середине декабря и еще набирает свои обороты и базу клиентов. В желтую зону попадают кофейни, которые имеют плюсовую Store Level EBD, но недостаточную. Сюда попадают Дринкет Сити и Дринкет Даймонд. Это в большей степени связано... У этих кофейн хорошие выручки, но высокая аренда, поэтому это сказывается на EBD. В зеленую зону у нас попадают Дринкет Омега и Дринкет Водный. Они имеют хорошую Store Level EBD больше 20% и при этом еще и обладают... Мы видим возможность дальше растить, наращивать выручку этих кофейн. Из-за новостей Дринкета снова рекорды. Сегодня просто додо биг кол про рекорды. Новый рекорд поставила кофейня Дринкет Сити. Выручка составила 2 миллиона рублей в декабре и это, опять же, несмотря на то, что обычно новогодние праздники сказываются на нас негативно и нет такого большого ажиотажа. Ребята суперские молодцы. Также ребята из Дринкета, вдохновляясь нашим с вами Додо ботом, создали своего бота в Телеграме, который помогает баристам быстро находить нужную информацию, доставая ее из общей базы знаний Дринкета и отправляя на запрос бариста. Мне кажется, это суперкруто. Будет помогать ребятам очень быстро находить нужную инфу на сменах, после смен и так далее. Переходим к новостям Донора 42. Донорная на Октябрьском поле у нас подросла относительно прошлой недели, белорусская, донорная на Белорусской продолжает падать. В целом, опять же, есть определенная сезонность праздника, у нас падают выручки. Если посмотреть на донорные в Ульяновске и в Алмате, они открылись почти одновременно, то Алмата показывает вообще прекрасные результаты. Ребята на прошлой неделе донастроили все, что необходимо в донорной и сделали официальное открытие. Донорная в Ульяновске чуть-чуть упала по выручке. А ребята, команда из управляющей компании продолжает прорабатывать формат to go. И сейчас ребята, по сути, делают проект размещения всего нашего оборудования на очень небольшой площади в 30 квадратных метров, чтобы посмотреть, как это будет работать. Дорабатывают это и улучшают. Также ребята сосредоточились, тестируют новый способ приготовления донора на прижимном гриле и также новую упаковку для донора. Конечно, это все еще этапы тестирования, сбора обратной связи, анализа. Ребята, если вы будете тестить что-то, связанное с рецептурой, я каждый день приезжаю в офис, готова участвовать в тестах. Переходим к новостям Додо Пиццы. И в блоке новостей Додо Пиццы в этот раз мы решили посмотреть на то, как наш бизнес в России, Додо Пицца в России, в целом прошла период очень, как это, один из самых жестких периодов за год для нашей компании. Это период новогодних праздников, потому что большое количество заказов в пиццерии. Для того, чтобы проанализировать это, мы посмотрели разные метрики по выручке, метрики операционной эффективности в разных разрезах, сравнивая две недели в три последние года. Что это за две недели? Две недели – это, по сути, последняя неделя предновогодняя декабря и первая новогодняя неделя января. И мы с вами можем увидеть, что за три года у нас в целом сильно растет выручка на одну пиццерию. Этот рост продолжается от года в году. И сейчас будет круто посмотреть с точки зрения операционных метрик, насколько мы смогли эффективно переварить этот рост. Что же мы видим? Если мы будем смотреть на метрики ресторана, то мы увидим, что в целом у нас есть снижение показателя по стопу продаж на одну пиццерию. Это верхний левый график. И также мы увидим, что время приготовления в ресторане у нас немного, но все равно уменьшилось относительно прошлого года. Но ребята из команды производственной эффективности не собираются останавливаться на этом. У них есть план, чтобы прийти к метрике в 9 минут в этом году. Если посмотреть на метрики доставки, то мы увидим, что среднее время доставки у нас также снизилось по сети. И среднее время ожидания продукта на тепловой полке тоже достаточно хорошо уменьшилось. Это значит, что мы доставляли наши заказы быстрее и более горячими нашим клиентам в этот период. При этом здесь важно, во всем есть ложка дегтя. Ложка дегтя в нашем случае состоит в том, что 30 декабря, в последний рабочий день перед праздниками, самый нагруженный день, 27% пиццерий показывало время доставки больше 40 минут. Это для нас плохой показатель, но тем не менее мы будем с ним в том числе работать в следующем году. Вся команда Евразии с разных сторон будет объединяться. И вместе с нашими партнерами, управляющими, сотрудниками в пиццериях прорабатывать, улучшать и этот показатель в том числе. И здесь что важно отметить. Мы можем тоже порадоваться всем этим рекордом, как мы классно справились с этим. Но главные герои, которые справлялись со всем этим, это наши управляющие прекрасные по всей сети. Это наши сотрудники в пиццериях, это наши сотрудники на ПРЦ, это наши курьеры. И здесь важно сказать им огромное спасибо. Это ваши абсолютные рекорды. Вы потрясающие молодцы, что так выстояли этот очень большой, сложный период в нашей сети. Спасибо вам огромное за эти новогодние праздники. Ну и всем, кто выходил в Гембу, тоже, ребят. А мы едем дальше. Новости корпоративной розничной сети. Здесь у нас тоже есть рекорд. В декабре общая выручка корпоративной розничной сети составила 265 миллионов рублей. И это новый рекорд нашей корпоративной розницы. Сейчас в ней работает 36 пиццерий. Ребята, вы чумах. Также ребята поделились своими ключевыми метриками по 100-левел EBD и EBD на основе аналитики всего года. И мы тоже видим рост и по сравнению с предыдущим годом, и очень положительную динамику на протяжении всего года. А мы переходим к еще немного графиков, ребята. Ребята, общая выручка в последнюю неделю в январе у нас была 1 миллиард 153 миллиона рублей. Это небольшой спад по сравнению с предыдущей неделей. Но, тем не менее, если сравнивать с показателями октября-ноября, то это все равно выше уровень выручки. Поэтому все в порядке, ребята. Также смотрим на метрики like for like по выручке и like for like по заказам. Здесь мы можем увидеть, что like for like по выручке составил 33%. Это хороший показатель, он укладывается в наши ожидания по росту. Также можно увидеть слева в графике like for like по выручке в четверг небольшой спад в виде 12%. Это связано с тем, что like for like метрика относительная. И в прошлом году в этот период был, по сути, старый Новый год. И там была большая выручка, все нормально. Это просто... Эту метрику мы будем смотреть через год. Еще раз в динамике нескольких лет. И также посмотрим like for like по выручке в Казахстане и Беларуси. Как мы помним, в Казахстане в прошлом году были определенные неспокойные события. Но сейчас мы видим, что ребята... Уже видим более корректные показатели. В этот период, по сути, в прошлом году пиццерия уже начала работать. Будем ждать еще дальше результатов январских недель по выручкам. Like for like в Беларуси на прошлой неделе показал 28%. И это даже выше, чем в первую праздничную неделю января. Ну и юнит-кост. Продолжаем за ним следить. Здесь мы видим по юнит-косту небольшой тренд на его рост. Возможно, это связано с нестабильностью курса рубля. Но, тем не менее, будем следить, мониторить и предпринимать действия, если что-то пойдет не так. Ну и переходим к новостям офиса. Как вы думаете, почему Глеб такой сладкий? Ладно, такой... Почему он так улыбается? Потому что Глеб сидит в нашем новом офисе каворкинга в Дубае. В Дубае мы открыли офис в пространстве каворкингов. Теперь ребята смогут создавать, творить, видеть друг друга, встречаться вместе. Прекрасный офис. Посмотрите на эту богатую панораму. Очень классно, много света. Ребята, создавайте, творите. Также мы готовим к открытию буквально 20 января. Будет техническое уже открытие нашего офиса в Алмате. Вы видите, по сути, отремонтированную коробку. Сейчас мы туда заносим оборудование, мебель, обустраиваем, обуючиваем это пространство для новых сотрудников. И, конечно же, весь творческий хаос и красоту туда принесет непосредственно сама команда. Те, кто в Алмате, приходите на открытие нашего офиса. Ксюша Заболоцкая будет писать вам новости об этом, приглашать вас. Посмотрите 20 января Додов Ючевик, возможно, из офиса. Как вам идея? Ну и, конечно, куда Галя Витошкина без спама про Додов Ючевик. Итак, сегодня у нас открытие недели стратегий в нашей компании. И первыми будут выступать всеми вам знакомые прекрасный Федор Овчинников, потрясающий Кирилл Валжипаев. Ребята будут рассказывать про долгосрочную стратегию, подводить финансовые итоги года, делать прогнозы на будущее. И, конечно же, в конце, после своих выступлений, они будут отвечать на ваши вопросы. Если вы в Москве, приходите в офис в центральный наш трехэтажный, на второй этаж конференц-зал. Если вы в онлайне, присоединяйтесь по ссылке в трансляцию на YouTube. Ну и почему я столько спамлю и призываю всех принимать всегда участие и в Додов Ючевик, и в Додов Биколог, потому что искренне верю, что если большее количество людей в компании будут обладать единым контекстом понимания того, куда движется наш бизнес, зачем мы все это делаем, будут вовлекаться, задавать вопросы и так далее, то это все поможет нам уменьшить количество бюрократии и ломаных коммуникаций, во-первых. Во-вторых, просто позволит всем нам принимать более правильные долгосрочные решения на месте, внутри своих продуктов, понимая общий контекст того, куда движется весь бизнес. Поэтому еще раз призываю, приходим. Ну и рубрика One More Thing. Я долго думала, что же сюда вложить. Поняла, что переплюнуть Андрея с его марафонами эффективности будет максимально сложно. Поэтому решила просто предложить вам поучаствовать в одном из проектов нашей команды в следующем году. Что это за проект? Как вы знаете, мы почти непрерывно нанимаем новых сотрудников в нашу команду. Сейчас в управляющей компании работает более 600 сотрудников. И для всех все новые сотрудники проходят путь онбординга. Онбординг – это цепочка разных событий, через которые проходят новички. И там есть такие встречи, называются интро. Мы погружаем новых сотрудников в то, как работает наш бизнес, как выглядит вообще финансовая модель компании, структура компании. Погружаем мы в то, как работает Dodeis и как работают те или иные практики и инструменты. И одно из интро, которое существует у нас – это интро в культуру. На интро в культуру мы рассказываем про наши ценности, принципы. Вместе с новичками ищем примеры того, как эти ценности и принципы существуют и проявляются на практике. Делимся разными кейсами, которые знаем и которые нам отражают те или иные ценности и принципы. И это интро исторически ведет команда HR, я в частности, Деля Лункова. И мы призадумались о том, что у нас же этих амбассадоров ценностей и культуры нашей компании очень много уже. И, возможно, лучше, если о культуре компании будут рассказывать непосредственно сами сотрудники, которые в ней живут, даже лучше, чем HR-менеджер. Поэтому мы объявляем сбор заявок на то, чтобы стать амбассадорами культуры ДОДА. Сбор ребят, которым интересно участвовать в адаптации новых сотрудников, рассказывать им про наши ценности к культуру. Если вы хотите поучаствовать в этом проекте в следующем году, обещаю, нагрузки много сильно не будет, напишите, пожалуйста, об этом Оле Надеевой. Один из проектов, который ведет Оля, это онбординг. Один из. Но здесь подписала как элит онбординга, чтобы вы не запутались. Напишите Оле. Оля, хочу вести интро в культуру. И мы вас соберем ориентировочно где-то в феврале, всех, кто изъявил желание, и вместе с вами придумаем тот формат, в котором вам будет комфортно рассказывать про ценности и принципы, покажем, расскажем, как мы это делаем, и вместе, уверенно, создадим пушечное интро в культуру внутри нашей компании. На этом у меня все. Я желаю всем потрясающей недели. Спасибо, Галина.